Приветствую, Страж! Как только я запустил эту рубрику, я стал еще больше охеревать от того, как быстро проходят недели. Вот пролетела еще одна, так что пора нам снова сесть и проговорить все самые заметные события за последние 7 дней. Мировая картина весьма драматичная, мир катится в пекло и наш выпуск тоже держит планку. Хороших новостей в этот раз почти не завезли. Короче, начнем. Комьюнити-менеджер Козмо23 написал на реддит, что награды в испытаниях Осириса будут меняться каждую неделю и не зависеть от флоулисов. Более того, он прям уточнил, что игрокам вовсе не нужно закрывать испытания безупречно каждую неделю, чтобы собрать полный комплект брони из этих самых испытаний, на которые все так пускают слюни. Теоретически, есть шанс, что всего за 3 победы на одной неделе будет шлем в награду, на другой неделе за эти же всего 3 победы будет тело и так далее. В общем, единственная вещь, причастная к трайлсам, которую можно получить, только пройдя все круги ада и закрыв флоулис, эта эмблема получается так. Награда достойная великого ивента. Банжи поменяли героическое приключение на Каменоломню, необходимую для завершения квеста на Четвертый Всадник, спустя пару часов гневных комментариев. Как вы знаете, на этой неделе с ресетом в игре появился новый квест на экзотический дробовик Четвертый Всадник. Ну так вот, все игроки его взяли, делали-делали, убивали кабалы, собирали ресурсы, а потом доползали до последнего этапа квеста, который требовал пройти затерянный сектор Каменоломня на легендарном уровне сложности. Напомню, что эти усложненные сектора меняются ежедневно, и естественно в день квеста, который требует конкретный сектор, был не тот сектор, который нужен. Игроки в миг сгорели от очередного ограничения таймгейтом, потому что сезон и так, мягко говоря, не задался, а тут еще и экзотический квест рискует быть закрытым через неизвестно сколько дней. Все как всегда от рандома зависит. Конечно, все пошли кругом писать, как это ужасно и что разработчики в край обнаглели так растягивать время. На форумах реддит создавали темы с недовольством, которые потом чудесным образом даже удалялись, что как бы вообще отдельные вопросы вызывает. Однако буча возымела эффект, и разрабы тихонько, молча, включили нужный сектор, чтобы все получили новый дробовик. Вот так вот народ берет власть в свои руки! В Банжи Стор можно предзаказать охренительную фланелевую рубашку. Она доступна для покупки по специальному промо-коду, который придет на почту игроку, завершившему квест на 4-й всадник, и снизит цену. Так что вот эти вот 7-7-7-7-7-7-7-7 исчезнут. Рубашка очень клево выглядит, ну и даже стандартная цена тоже нормальная такая, без учета доставки 45 баксов. 24 марта стартует первый в текущем сезоне ивент Железное Знамя. Еще один кастрированный пвп-ивент, в котором тоже больше не учитывается уровень силы, начинается вот-вот. И самое важное, что о нем нужно знать, это то, что в этот раз у Саладина будет свой квест на ритуальное оружие, которым станет лук. Тот самый, который обещали еще в том сезоне, но потом не смогли запустить. Что ж, награды в пвп-ивентах, как вы поняли, продолжают радовать. И мне решительно не ясно, почему в Destiny все еще есть люди, которые играют исключительно в Гарниле. Чем они мотивированы, не имею ни малейшего понятия. Наверное, они и в универ поступали, в котором диплом не выдают и на работу без зарплаты ходят. Банжи разработали расширение для Twitch. В продолжение сотрудничества с Twitch, напомню, ранее в игру были добавлены бонусные награды для подписчиков Twitch Prime, Банжи выпустили официальное расширение для стримеров. Оно будет показывать перки, моды, катализаторы, состояние карточки испытаний стримера и тому подобное, чтобы его не мучили одними и теми же вопросами типа «А покажи перки на Майндбендере?». Причем расширение невероятным образом интегрировано в саму игру, благодаря чему после каждого матча у зрителя будет возможность отправить специальный такой эмодзи в чат стримера и получить за это внутриигровой опыт, блеск и жетоны испытаний. Банжи выпустили специальную памятку о мерах предосторожности в период пандемии COVID-19 для остальных игровых студий. Если вы вдруг владеете своей игровой студией, то обязательно знакомьтесь. Испытания Сириса опять сломались, теперь из режима пропали награды. Тут было бы уместно сиронизировать, что наград там и не было, но вообще не до шуток. Режим испытания Сириса ждали не один год и не успел он появиться, как с ним уже возник целый вагон проблем. На этих выходных некоторые игроки, и в том числе ваш любимый Джон Ухленух, столкнулся с тем, что за победы в матчах Трайлса награды не падают. Вообще, ни за три матча, ни за пять, ни за семь, ни даже на маятнике из сундука. Я, честно говоря, хз как это даже комментировать. Я стримил в пятницу о Сирис и нехило сгорел, высказался в этом ключе на тему того, что вообще происходит. Такого количества багов и проблем в игре, как за последние полгода, я не припомню. После того, как проблему с отсутствующим лутом в Асирисе стали замечать все больше людей, например, Нирису не падали награды, не падали они и Тру Венгарду, Банжи дали разъяснение, от которого легче, вот вообще не стало. Из-за возникшего бага с получением лута разработчики перенесли еженедельное обновление рубежей испытания Асириса на субботу в пять вечера по Тихоокеанскому. Это по-московскому 3 часа ночи воскресенья. Теперь вы сможете играть в воспитание Асириса, но не будете ничего из него получать вплоть до 3 часов ночи воскресенья. В будущем разработчики обещают это все, конечно, подчините и вернуть как было, но когда не уточняют. Охуенно. В ответе на негодование по поводу отсутствия ритуальных пушек на Reddit, DMG сообщил, что команда стояла перед выбором, либо делать ритуальные пушки, либо делать пушки для испытания Асириса. А этому я думал посвятить отдельное видео, но вовремя осадился, чтобы не раздувать срач. Однако вы сами видите, у Банджи не хватает рук. Бедные ребята не могут сделать 3 ритуальные пушки и при этом еще делать пушки для испытания Асириса, над которыми, по их же словам, они работали очень долго. Шутки про маленькую инди-студию и напрасный побег от Activision уже приобретают трагичный подтекст. Зато игроки шустро подсчитали, что предметов, добавленных в лавку ТЕС в новом сезоне, в несколько раз больше, чем предметов, которые вы можете получить просто в геймплее. Повторюсь, новости ни разу не позитивные, но если хочешь не пропустить тот выпуск, когда мы будем обсуждать только хорошее, а разработчиков только хвалить, а он обязательно настанет, то не забудь подписаться. Спасибо за просмотр, счастливо!